Всем желаю доброго вечера. Меня зовут Надежда Савельева. Прямо сейчас программа «Особое мнение». И сегодня у нас в гостях Юлия Кузнецова, главный специалист управления культурой молодежи и спорта администрации Абакана. Юлия, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня в течение часа будем говорить, ну, наверное, о самом дорогом, как я люблю выражаться, что у нас есть, это о наших детях. Ну, и в центре внимания дети, которые попадают на профилактический учет. Вот Юлия у нас как раз занимается организацией работы по профилактике, да, как раз? Профилактике правонарушений и по организации досуговой занятости детей, вообще всех детей. И особое внимание, конечно, уделяется детям, которые попали на профилактический учет. Юлия, скажите, вот трудные дети, которые попадают на профилактический учет, важно организовать для них вот эту вот досуговую деятельность для того, чтобы мы их могли отвлечь и чтобы у них не было соблазна опять, ну, идти не на тот путь. Совершенно верно. Вот расскажите, в общем, да, досуговой деятельности для таких деток и почему важно ее организовать все-таки? Ну, все мы знаем, что если ребенок у нас ничем не занят полезным, то он уходит куда-то в общение к сверстникам, в какие-то группировки попадает и так далее, и так далее, и это ведет к правонарушениям. Раз в неделю я присутствую в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и, к сожалению, рассматривается материалов много. И в мою компетенцию входит как раз организация досуга детей. И зачастую дети, попадающие на профилактический учет, ничем не заняты. И, к сожалению, мало того, что они ничем не заняты, они и не хотят ничем заниматься. В свою очередь мы предлагаем им огромный спектр и мероприятий, и кружков, и секций. А как это происходит? Вот попадает ребенок на профилактический учет. Далее идет какая-то подбор конкретному ребенку, куда его можно. Да, конечно, индивидуальная профилактическая работа. Составляется спектр специалистов, которые закреплены за этой семьей, за этим ребенком. Это в первую очередь психологи на Жукова-10. Это управление образования, конечно, огромное внимание учителя уделяют своим детям. И мы, УКМИС, организация досуга, первостепенно стоит. Но ты либо в ходе заседания уже выясняешь интересы ребенка, либо уже потом приглашаешь на встречу с родителями. И предлагаем. У нас 9 спортивных школ, культурно-досуговые учреждения. Но стоит сказать о трудностях привлечения к регулярным занятиям детей. И если трудно обеспечить какую-то регулярность занятий в спортивной школе, либо в школе искусств, это надо ежедневно практически ходить на тренировки, на занятия, то мы стараемся привлекать хотя бы разово к мероприятиям. И это находит положительный отклик. И с этого года хотелось бы перейти к нашему проекту по патриотическому воспитанию. Очень отзывчиво у нас партнеры, такие как Юнармия, пришли к нам. И включились вот в этот проект. Ну, я напомню о том, что мы уже делали материал, мы его немного позднее вспомним этот сюжет и посмотрим, включим в эфире. Мы говорили о том, что в этом году будет очень большой упор делан на патриотическое воспитание как раз трудных детей, дети, которые попали в такую ситуацию и состоят на профилактическом учете. И к реализации этого проекта подключились сразу несколько партнеров. Это у нас и Юнармия, это у нас волонтеры Победы. И не только. Вот сейчас мы об этом, наверное, и поговорим подробнее. То есть, что это за проект и почему возникла такая идея, именно их такой уклон патриотический сделать. Да, военно-патриотический центр «Авангард» включился, который базируется на советской ДСАФе. Начали мы это еще с прошлого года. То есть, стали формировать группы и просто знакомить детей с тем, что вот есть такой вариант организации досуга. Военно-патриотический центр «Авангард». А уже с этого года «Авангард» и Юнармия на нас вышли и обозначили, что у них не только есть какие-то навыки рукопашного боя, что-то, да, вот какая-то такая подготовка, но еще большой спектр мероприятий. У них там и соревнования по киберспорту, и летние какие-то здоровительные сборы, и творческая направленность очень развита. И уже решили с этого года формировать группу детей и вот прикреплять к занятиям на базе центра «Авангард». Что мы и начали делать. Вот в конце января состоялось первое мероприятие. Был квиз-игра, приуроченная к годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Много участников было? Много ребятишек таких присоединяется? Ребятишек было много. Присоединяем, включаем небольшими группами. В чем еще положительный эффект такого объединения? То есть мероприятие проводится для юнормейцев, для членов воспитанников отряда БАРС. И тут же приходят ребята из других школ, включаются в эту работу, знакомятся где-то. Где-то выясняется, что они из той же школы, что и юнормейцы. Им это интересно, им хочется тоже стать юнормейцем. То есть положительный эффект в том, что ты здесь не чувствуешь себя каким-то трудным. Ты наравне со всеми принимаешь участие в каком-то мероприятии. Также у нас уже в рамках патриотического воспитания состоялось мероприятие от волонтеров Победы. И дальше расскажите немного. Как получается, что они тоже решили подключиться к этому и работать с трудными детьми? С большим удовольствием волонтеры Победы ведут свою серию, приуроченную к различным памятным датам, к битве за Сталинград. У них было большое мероприятие. И они ведут через весь год красной нитью различные патриотические мероприятия, приуроченные к памятным датам Великой Отечественной войны. И мы решили просто этим календарем мероприятия обменяться. И я формирую группу и включаю туда таких детей. А сколько уже детей успело, состоящих на учете? Небольшая группа. Это все небольшая группа. У нас порядка, наверное, 100 детей состоит. Это в городе имеется? Да, в городе. Время полгода ребенок там состоит. То есть они меняются, кто-то снимается, кто-то опять попадает и так далее. То есть мы формируем группу 10 человек. Вот пока это 10 человек, такая группа небольшая. Также у нас Юнармия. Юнармия, да. В ближайшее время у них будут тоже мероприятия. По-моему, уже к 8 марта, да, что-то там появляется? В понедельник сейчас готовится большой межрегиональный патриотический форум, который пройдет на территории воинской части. Я тоже участвую в составе делегации от города Абакан. Готовится пока к этому событию большому. И в рамках патриотического форума приезжают спикеры, в том числе приезжает отец Киприан. И будет проводить беседу с молодежью в ГЦК «Победа» во вторник, 21-го числа. То есть туда тоже мы приглашаем и волонтеров «Победы», и юнармейцев, и моих, так скажем, подопечных. Вот это из ближайшего. Также летом у нас будет мероприятие. То есть детки смогут попробовать, смогут узнать, что такое армия. Расскажите подробнее тоже об этом, кто у нас организовывать это будет, как это будет проходить. Это организуют наши коллеги из Республиканского центра профилактики, из РЦДО. Пилотный проект будет запускаться с детьми Багратского СУВО, спецучилища открытого типа. У нас есть подобная школа мужества. Мы ее проводим ежегодно в партнерстве. Это проводит наша школа по туризму, городская спортивная школа по туризму. И в сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних называется проект «Школа мужества». Раньше ребята ходили в поход на Иргаке. То есть это целевым образом 15 детей набираются заинтересованных и идут в поход. Раньше в Иргаке ходили, потом у нас как-то обострилась там обстановка с медведями и прочим. Перестали, да? Мы локацию поменяли. Да, разработали маршрут трехдневный на Борус. И в прошлом году инструктор, сотрудник полиции, психолог и 15 детей отправились в поход на Борус. Вы знаете, большой положительный эффект. Вот из 15 детей двое детей стали потом воспитанниками школы по туризму. Это вот дети, которые попали на учебную. Да, да, да. Это конкретно целевым образом. Сначала, если они, может быть, даже без особого желания туда собирались. Вот, но столько фотографий, столько впечатлений, столько потом сообщений от детей. Ну, сформировали просто в WhatsApp-е группу. И, в общем, там дети тоже делились своими эмоциями. Ну, что может быть лучше, чем проверка себя в горах? Вот, это школа мужества. А мы можем сказать, что дети, которые попадают на профилактический учет, что вот это вот происходит в большей степени от того, что они как раз так и ничем не заняты, что у них нет увлечений. Конечно, это причина. И у нас же не всегда дети, попадающие на учет из неблагополучных. Их не всегда, просто бывает, что им не уделяют должного внимания, и как-то вот родители про них забывают, никуда их ни в какие секции не записывают, хотя потенциал есть. Конечно, вы знаете, у меня у самой два мальчика, пятый и шестой класс. То есть, если с первым сыном он определился сразу со своими интересами, сразу записался и все, пожалуйста, занимается, то второй, да, потребовал больше внимания. Нужно было попробовать несколько видов досуговой занятости. То есть, я всем рекомендую лучше каждый месяц менять секции, чем никуда не ходить. То есть, вы обязательно найдете и откроете. Конечно, большое внимание должны уделять родители. Это ответственность, большая ответственность родителей в этом вопросе. Но и наша тоже большая ответственность. То есть, мы должны, в свою очередь, донести все многообразие вариантов бесплатных муниципальных спортивных школ, школ искусств, клубов по месту жительства. Куда ты можешь после школы прийти и просто там где-то делать домашнее задание, где-то ты пообщался, где-то друзей нашел, где-то ты в мероприятии поучаствовал. Там у нас, ну, то есть, большое количество, то есть, это бесплатно, что тоже хотелось бы донести до горожан и дать мои контактные телефоны. Кстати, знаете, просто у нас не все знают о том, что столько много бесплатных секций. Конечно. Вот даже я сама для тебя какие-то открытия делала, что, оказывается, ребенка можно было. Съездишь на сюжет, сюда можно записать бесплатно, ходить туда. И потом думаешь, ничего себе, сколько мы упускаем телефонный звоночек, примем. Здравствуйте. Здравствуйте, мои хорошие. Домашнее задание, если ребенок сделал, то он не может ни на что опоздать. А если он не сделал, то может опоздать. Опаздывать не на что не надо. Спасибо огромное. Спасибо. Не совсем поняла. К чему опоздать на секции? Дисциплина. Тоже о дисциплине. Любая твоя дополнительная занятость, кроме школы, она тебя тоже дисциплинирует. Еще чем важна досуговая занятость. Не у всех же получается отлично учиться. Не у всех есть, может быть, какие-то проблемы в семье, какие-то проблемы в учебе. А в дополнительной секции ребенок нашел себя, он открылся. Допустим, он не очень хорошо учится, но успешный спортсмен. Здорово. У него ситуация успеха, он поверил в себя. И он уже не будет реализовываться где-то в другом месте. Они же куда... Свооценка поднимают. Да, для чего они туда уходят? За самореализацией. А где-то нахулиганил, и ты стал известен, ты стал популярен. Это гораздо проще, чем пробежать кросс быстрее всех, например. То есть нужно создавать им такие позитивные ситуации успеха. Ну то есть вот яркие примеры того, что дети, которые были не на правильном пути, потом вообще большой успех. Да, это же тоже люди с такими качествами, как сейчас называют soft skills. Над профессиональными компетенциями, так скажем, не то, чем у тебя научили в школе, а твои качества характера, так скажем, которыми ты по рождению обладаешь. То есть зачастую очень упорные дети, с каким упрямством и упорством некоторые попадают и попадают на учет, совершают и совершают, как бы, ну, казалось бы, да, то есть упрямые, упертые. Но ты направь эту упрямство в позитивное русло, в спорт, да, например, и он добьется успехов, результатов. А у нас на профилактический учет мы можем как-то выделить и назвать чаще всего, за что у нас детки в Абакане попадают? Или там как-то равномерно? Конечно, можем такое выделить. К сожалению, такую тенденцию сейчас вижу, что начальная школа начала попадать на учет, это какие-то драки. Если раньше это все решалось как-то между родителями, ну, не знаю, между школьниками, либо между родителями и не выходило за рамки, то сейчас вот такой момент, то есть как-то стали мы агрессивнее друг к другу. Ну и, конечно, употребление различных запрещенных веществ. То есть все это пробуется. А почему это пробуется? Потому что вот опять хочется где-то быть крутым, где-то быть популярным, модным. Вот, к сожалению. И спрашиваешь такого ребенка, чем ты занимаешься в свободное время? Оказывается, ничем. Ничем. Компьютерная зависимость влияет тоже. То есть я бы выделила все-таки употребление различных веществ. Чаще всего. Чаще всего, да. Ну, а вот если драки, вы говорите, вот в начальной школе, то есть это что за драка такая? Да, которая доходит до учета. Что до профилактики? Мне вот интересно это как? Надо подраться детям. Я бы хотела тут и к родителям тоже обратиться, но как-то быть немножечко контактнее к друг другу, терпимее и общаться, разговаривать с друг другом. Мы все ушли как-то вот в мессенджеры. И то есть что-то можно решить в разговоре. Драка какая? Она может быть обычная, но вот... Но просто решили... Да, дошло до заявления в полицию, все. Это, то есть родители тоже не всегда понимают, что это в интересах ваших, в интересах вашего ребенка как-то решить мирным путем. Это бывает часто даже отношения между родителями, которые перетекают вот в такие моменты. Ну, все понятно. Ну, какие-то советы, может быть, в связи с этим, поможем родителям дать, школьников, чтобы до такого-то не доходило. Я хотела бы привлечь внимание родителей, что чаще общайтесь со своими детьми, разговаривайте со своими детьми, объясняйте. Чем профилактический учет, он сам по себе вот, ну, он пугающий, да? Да? Человек попадает, это пугает семью, пугает ребенка. Вот. А я бы хотела сказать, что это профилактика, то есть это просто такой звоночек, сигнал, обратите внимание для привлечения внимания, что, может быть, вы, как взрослый, недостаточного внимания уделяете своему ребенку. То есть обязательно разговаривайте, объясняйте ответственность за какие-то действия. То есть ребенок, если знает ответственность, он уже не будет брать что-то в магазине, он уже не будет решать вопрос дракой, будет решать беседой и так далее. То есть у детей часто, может, недопонимание, да, возникает? Конечно, ответственность. Они не всегда понимают, что за... Но у нас, к сожалению, взрослые не до конца ответственности, но и раз осознают. А вот у нас, получается, на учет на полгода же, да, устали? На полгода, да. За эти полгода к вам подключаются. То есть учет – это такой сигнал, значит, родитель не справляется. Надо подключить других специалистов помощь. Да, на эти полгода. Не все у нас знают, что к психологу можно бесплатно сходить. Пожалуйста, на Жуковой 10 позвоните, запишитесь, и вас примут психолог. А давайте сейчас, ну, для тех, кто нас слушает и смотрит, Маршала Жукова 10. Да, это от Центра психолого-педагогической помощи. То есть от какого возраста? Оттуда только школьники или дошкольников тоже можно? Дошкольников тоже можно. Туда надо предварительно позвонить? Да, предварительно. Давайте уточним, у нас будет перерыв, мы уточнимся. А, да, давайте, ага, и мы скажем, да, на какой номер. То есть предварительно по записи, да? Предварительно вы позвоните, выберите время, с первой или со второй смены ребенок учится, вас, пожалуйста, примут. Я сама со своим сыном ходила, очень удобно, очень помогает. Но родитель должен понимать, что вот часто тоже приводят ребенка. Ну, давайте, поработайте, исправьте. Это работа ваша общая, это прежде всего работа родителя над собой, работа родителя над отношениями, над налаживаниями контакта. То есть подключается психолог, подключается социальный педагог в школе, который тоже должен быть вам соратником и другом, так скажем, классный руководитель. И, ну, не буду называть, естественно, сотрудники полиции, но и мы в части вот такого приятного организации досуга. Что еще хотела отметить по досугу? Очень хороший эффект имеет, и все мы это знаем, когда у вас какие-то совместные с детьми действия. Какие-то вот приняли участие в каком-то конкурсе или в каком-то вот у нас талантливый вместе прошел 14 февраля финал. То есть либо творческое направление, либо спортивное направление, то есть либо вы сходили на коньках покатались, либо вы какой-то рисунок подготовили. То есть это имеет очень большой положительный эффект. Когда именно совместная деятельность родителей и детей? Конечно. У нас есть целый городской проект семейный выходной. Пожалуйста, зайдите на сайт администрации города. Афиша на 2023 год выложена в справочнике горожанина. На весь год расписаны мероприятия. То есть это могут быть соревнования в керлинг, это может быть вы пошли ГТО-тест сдавать, ребенок у тебя пошел и родитель пошел. Ну это же здорово, посмотри, как я умею, и он будет вами гордиться. У нас 17 марта пройдет фестиваль домашних кукольных театров Театрена. Я курирую такое интересное мероприятие. Это будет, это уже в четвертый раз, выставочный зал Челтыс будет площадкой. То есть это выход, это возможность творческого выблеска, так скажем, для семей, которые увлекаются домашним кукольным театром. Пожалуйста, у нас таких семей много. В прошлом году 16 семей приняли участие. Я подала этот конкурс на призы, на грантовый конкурс Росмолодежи. И его даже поддержали вот на этот год. То есть в основном расчет на молодые семьи, потому что дошкольный возраст. Пожалуйста, но ограничений по участию нет. То есть они должны заранее заявиться, и потом у них какой-то мини-спектакль? Да, и у них... И они показывают друг друга, смотрят, да? Да, да. А гаража они могут приходить? Можно прийти, можно прийти. Да, так же вот как был талантливый вместе у нас, пожалуйста. Вы, допустим, один раз посмотрели, а потом, может быть, вы сами захотите принять участие. Потому что сложного ничего нет. Найди на выходных время, да, что-то с ребенком. Во-первых, ты это смастеришь, эти куклы. Во-вторых, вы выучите слова вместе, по ролям раскидайте, а потом выступите. Это такая гордость будет у ребенка за своего родителя. То есть совместный досуг. Одно из важных мероприятий. Не отвел ребенка куда-то в центр, да? Не отвел ребенка там куда-то и оставил. Ну, как у нас лего делать родители, чтобы заниматься своими делами. Катайтесь на коньках, приходите на стадион Саяна. Приходите на спорткомплекс Булакина. Бесплатно, пожалуйста, кататься. Приходите завтра, в конце передачи скажу, на Лыжню России. Мы завтра тоже, кстати, едем снимать Лыжню России. Поэтому в понедельник будет сюжет. Будет номинация для семейных команд и сладкие призы. И, пожалуйста, приходите. Там с детьми до 17 лет же, да? Да, да, да. Все понятно. Так, что касаемо досуговой деятельности трудных детей. Вот вы говорите. То есть это у нас... Ребенок на учет его поставили, да? И почти сразу же ему подбираются... Да, то есть это в индивидуальной беседе ты решаешь. Самый простой способ это... В основном возраст, конечно, это уже старше 12, ну вот, правонарушители такие. Если малыши, они где-то что-то, даже если подрались, это все проще решается. В основном от 12, в основном 14-летние дети. Это уже взрослые, почти взрослые такие люди, сформировавшиеся со своим мнением и так далее. Самый простой способ это дом волонтеров Абакана на Торговая 8. Это объединение по интересам. То есть ты туда приходишь, знакомишься. Это новый круг общения. Это участие в каких-то городских акциях, мероприятиях, о которых ты, может быть, не слышал. Естественно, все это бесплатно. И клубы по месту жительства. Там уже ребенок выбирает, допустим, есть настольный теннис, футбол. Шашки. Есть также какие-то мероприятия, так скажем, дворового масштаба. То есть какой-то масленица будет в жилых районах. Пожалуйста, почему нет? Не только в Черногорском парке 25 февраля, но она уже начнется 21 февраля в жилых районах. То есть клубы по месту жительства, дом волонтеров. И вот наши замечательные партнеры – это военно-патриотический центр «Авангард», который тоже всех принимает. Кстати, вот мы когда сюжет делали по военно-патриотическому воспитанию трудных детей, юноармия, Ваган Харачан говорил о том, что есть возможность у таких деток попасть к ним в ряды в будущем. Конечно, то есть они снимутся, да. То есть они будут с ними, ну, вначале приглашать их на мероприятия, я правильно же поняла? Ну, то есть у них концерты, они будут показывать, ну, наподобие мастер-класса что-то будет, да? Можете немножко напомнить? То есть это вот у нас вначале посвящено Дню Защитника Отечества, да, по-моему? Да, из ближайшего, это вот я, как сказала, встреча с молодежью 21-го, затем к 8-му марта они планируют, но тоже сообщат. Там вот как раз будут мастер-классы, мы тогда говорили, да? Да, да, да. И потом уже вот летняя досуговая занятость какая-то, ну, вот то, что пилотный проект Багратского Сувы. Ну, то есть я для наших зрителей и радиослушателей хочу сказать о том, что у детей есть такая возможность, как только они будут сняты с профилактического учета, можно будет вступить в ряды юно-армейцев. Да, я бы даже здесь остановилась. Часто школа ходатайствует о том, что, ну, вот у нас хороший ребенок, вот он и там-там занимается, не ставьте его на учет. То есть если такая ситуация возникает, и у тебя уже есть какой-то досуг, это является плюсом. Плюс и здесь тоже юно-армия с удовольствием походатайствует о том, что вот ребенок замечательно себя проявляет, что в будущем... А вот Вы говорили, что есть дети, которые снимаются с учета, потом опять попадают и попадают. То есть бывает такое, что это, по-моему, по несколько раз происходит. А что тогда с такими детками? То есть полгода прошло опять там, через какое-то время. Они на особом контроле на каком-то стиле или как? К сожалению, да, такое есть, имеет место. В основном это неблагополучие в семье, причина такого момента. С восьмого класса такие дети отправляются в Баградскую Суву. То есть если человек не слышит упорно, не хочет слышать, то тогда только жесткая дисциплина может это исправить. Но это вот с восьмого класса, как раз это вот 14-15 лет, да, вот этот возраст. Они к этому подходят, если они не услышали. Ну вот полгода срок, если повторно, то еще полгода. Но это вот, грубо говоря, в течение года, да. Но таких немного, я бы сказала, но есть. Но это в основном неблагополучие в семье, когда, к сожалению, родителей... Но родителей мы не в силах воспитать, перевоспитать и так далее. Только остается наблюдать и вот предлагать другие пути развития. То есть мы все, что можем, показать многообразие путей жизненных, которые ты вот, ребенок, можешь для себя выбрать, да. То есть ты можешь продолжать в том же духе, и вот путь у тебя в Баградскую Суву. Дальше ты получишь там специальность и, ну, что-то сможешь трудиться, да. Либо мы можем показать путь развития, подумайся, пожалуйста, запишись в какой-то кружок, секцию, делай домашние задания, не пропускай уроки. И тогда задумывайся о поступлении и, да, продолжай, как бы, быть полезным членом общества, так скажем. То есть что мы можем? Мы субъекты профилактики, предупреждения. То есть мы только можем показать, а уже выбор остается за ребенком, за его родителями. Юлия, скажите, а какие сферы досуговой деятельности чаще всего выбирают дети? Спорт. В основном, конечно, мальчиков больше, чем девочек, да. В основном мальчики выбирают, закрепляются за какими-то клубами по месту жительства, а девочки выбирают вот какую-то общественно полезную деятельность в Доме волонтеров. А сейчас мне, знаете, хотелось бы, ну, обратиться к родителям для того, чтобы у нас как можно меньше было таких детей, которые будут попадать на профилактический учет, то есть вот немножко напомним им, куда можно вообще детей бесплатно, что в Абакане действительно много возможностей, что это и спортивные секции, про которые некоторые даже и не говорят. Пожалуйста, 9 спортивных школ, да, вы можете позвонить в Управление культуры молодежи и спорта 22-27-85, мой телефон. Подробнее все телефоны школы также расскажу. У всех есть свой официальный сайт. В начале года в основном школы проводят вступительные испытания. Конечно, нужно задумываться об этом где-то, когда вот ребенку, ребенок в первый класс пошел, и родители уже должны задумываться, кто-то уже в детском саду задумывается, да. В первый класс пошел ребенок, ты уже должен просматривать какие-то возможные варианты. 7 лет спортшколы принимают, пожалуйста, вступительные испытания сдаете и попадаете на бесплатное обучение. Это школа по плаванию пользуется большой популярностью. То есть, ну кто-то вот говорит, что нужно брать абонемент в бассейн, да, и вот, ну нет денег, ну пожалуйста, ты сдавай. Ну конечно, родителю тут нужно какие-то навыки дать ребенку. Школа по плаванию, школа единоборств большой популярностью пользуется. Школа единоборств, пожалуйста, принимают не только 7 лет, принимают позже. Это такой вид спорта. Вот, и в течение учебного года. Школа настольного тенниса у нас гремит. Школа по легкой атлетике. Школа по танцевальному спорту. У меня ребенок ходит в школу по танцевальному спорту и в школу по футболу. Комплексная спортивная школа, которая 3 отделения. Пулевая стрельба, футбол и шахматы. Пожалуйста, ну может быть не все назвала, конечно. Школа по туризму тоже. Это где-то с 12 лет. Ну, пожалуйста, вы из первого класса приходите. Ну, где-то с 12 лет, пожалуйста, вас примут с удовольствием. Главное желание. Ну, вот это, так скажем, важна потом стабильная посещаемость тренировок. Вот. Если этого не наблюдается, то клубы по месту жительства, футбол, настольный теннис. Разные они проводят соревнования по зимнему футболу, осенние соревнования. То есть, вот, пожалуйста, если любительский ребенок у вас хочет заниматься, то туда. Творческое направление. Пять школ искусств у нас. Это все тоже, многие, наверное, знают. Гремит у нас школа Кеннеля, детская музыкальная школа 1, школа детско-хважерственная Каратанова. Но там тоже нужны вступительные экзамены. Это задумайтесь пораньше, в первом классе, в начале учебного года. И попадаете на бюджетное место и обучаетесь. Возможностей очень много, на самом деле. Да, возможностей надо пробовать. Просто многие думают, что, возможно, это все в деньгах. Процент детского творчества я не сказала. Там, кстати, столько направлений, много мы продаем. Если это не школа, то кружковая деятельность чем отличается? Если школа, то это стабильно, ты работаешь на результат, участвуешь в соревнованиях, либо в творческих конкурсах. То есть здесь и педагог, и тренер твой, и ты, и родитель, вы заточены на результат. Но есть, пожалуйста, кружковая деятельность в центре детского творчества, где ты можешь себя проявлять, где она тоже требует от тебя большого, большую самодисциплину, упорство и самоотдачу. Ансамбль «Контрасты» тоже гремят и ездят везде, и принимают участие в творческих конкурсах. То есть этот центр детского творчества, они набирают тоже в начале сентября, где-то в конце августа, где-то до 15 сентября у них идет прием. Но в начале, вернее, в течение учебного года, пожалуйста, в индивидуальном порядке можно решать. Возможностей много, поэтому нужно только выбрать. Ну и самое главное, кстати, вот мне кажется, одно из важных, это ребенку дать право выбора и не говорить. Есть просто родители, которые твердо начинают говорить, так, ты идешь сюда, ты идешь сюда, ничего не знаешь. И они подавляют ребенка, и он вот, ну, мама с папой так сказали. К сожалению, вот, приходя на, вот, являясь участником комиссии по делам несовершеннолетних, и приходя раз в неделю во вторник, я часто это вижу, что родителей мы не перевоспитаем. То есть если вот взрослый человек пришел уже к своему возрасту с таким мнением, что вот именно так нужно воспитывать ребенка, то мы можем только посоветовать. Да, имеет это место тоже, да, что подавляют, и где-то свои амбиции стараются реализовать за счет ребенка. Ну, здесь совета у меня нет, только вот нам, взрослым, говорить со взрослыми. Плюс, когда ребенок попадает в школу, классный руководитель становится соратником родителей в воспитании и в каком-то определении, пожалуйста, ты можешь посоветоваться с классным руководителем, как себя ребенок ведет не дома, а в школе, да, какие у него проявления. Пожалуйста, есть внеурочная деятельность, он что-то у тебя попробовал. Пусть это даже будет внеурочная деятельность, но только не дома. Не так, чтобы вот... У детей энергии очень много, я вот по своим смотрю, детям очень много энергии. И задача родителя первостепенная — направить в правильное русло, в нужное русло. И тогда будем пожинать хорошие плоды, достойные. Предлагаю ненадолго прерваться и посмотреть наш сюжет, который как раз, где мы говорили о военно-патриотическом воспитании детей, состоящих на профилактическом учете. Посмотрим сюжет и вернемся к вам. Не переключайтесь. Мы собрались с коллегами сегодня обсудить план реализации мероприятий на предстоящий год. Уклон хотим сделать военно-патриотического наставничества, плотного взаимодействия с военно-патриотическим центром «Авангард», юной армии. И большое внимание хотим уделить детям, состоящим на профилактическом учете. Таким детям часто не хватает любви, тепла, заботы, внимания взрослых. Часто не хватает старшего товарища, старшего наставника. И мы считаем, что плотное взаимодействие с юной армией, с центром «Авангард» поможет им найти себя в жизни, где-то исправиться, где-то найти увлечение по душе. Также большой потенциал мероприятий профилактической направленности у наших коллег с Республиканского центра профилактики. К реализации проекта по военно-патриотическому воспитанию детей подключились и волонтеры «Победы». На прошлой неделе они организовали для детей, состоящих на учете, уроки мужества, посвященные снятию блокады Ленинграда. Ребята узнали о подвиге и героизме жителей блокадного Ленинграда. И на следующий день мы с ними провели уже квест. То есть они на практике смогли погрузиться в атмосферу блокадного города и выполнить ряд различных заданий Верховного Главнокомандования. То есть они вот так вот погрузились, выполнили задания. Азбуку Морзу им нужно было через нее узнать, какое было послание им выполнено. Через болото прошли. То есть вот таким образом ребята погрузились в атмосферу блокадного города. Волонтеры «Победы» в течение года также будут проводить с трудными детьми интеллектуальные игры, квесты, посвященные истории нашей страны. Региональное отделение юноармии в Хакасии тоже возьмет под свое крыло ребят, которые состоят на профилактическом учете. Возможно, и они захотят пополнить ряды юноармейцев. Ребята смогут посмотреть, чем занимаются юноармейцы. Возможно, где-то попробовать соревноваться, либо поучаствовать в каких-то совместных мероприятиях. И по итогу мы планируем, что в течение всего года ребята найдут общий язык друг с другом. И у нас будет какой-то положительный эффект. Когда у нас ребята общаются со взрослыми, которые хотят им помочь, это немножко другое, нежели что ребята будут общаться со своими сверстниками. И положительный тот эффект от юноармейцев, в который мы надеемся заразятся ребята в хорошем смысле этого слова. 13 февраля юноармия и военно-патриотический центр «Авангард» проведут для трудных подростков урок мужества, посвященный выводу советских войск из Афганистана. Весной детей позовут на фестиваль «Парни-девушки», приуроченный к 8 марта и 23 февраля, где ребята смогут посмотреть эстафеты юноармейцев. А Республиканский центр профилактики правонарушений несовершеннолетних летом организуют для трудных подростков 8-9 классов военно-полевой сбор, где дети смогут познать специфику службы в армии. Надежда Савельева, Андрей Ралов, Новости. Ну что же, мы продолжаем. Особое мнение. Хотелось бы напомнить телефон нашей студии 226011. Это телефон прямого эфира, поэтому вы можете позвонить прямо сейчас, задать свои вопросы. Юлия Кузнецова в гостях у нас сегодня главный специалист управления культурой молодежи и спорта администрации Абакана. Сегодня говорим про трудных детей и как их можно правильно организовать, чтобы они больше не совершали никакие правонарушения, в том числе и про досуговую деятельность. И сейчас смотрели сюжет про военно-патриотическое воспитание детей. То есть вот этот проект, который будет реализовываться в течение года, а стартовал он еще с прошлого года, он должен помочь детей отвлечь от плохих дел и настроить, сделать их патриотами, возможно. Верно, верно. Вообще вот эта вот линия патриотического воспитания всегда находит большой отклик, потому что мальчишек-то у нас больше попадает в трудную компанию, чем девчонок. И мероприятия с приглашением членов боевого братства, большой отклик находят у детей, юно-армейцев. Вот, например, в конце прошлого года у нас проходили серия киноштурмов. Вообще у нас проходит в течение года серия киноштурмов. Киноштурм – это такой термин, чтобы тоже было интереснее, приятнее подростку слышать. Это видео-лекция какая-то, просмотр видеоролика с последующим обсуждением. В прошлом году мы приглашали в качестве спикера Надежду Узунову, члена боевого братства. Она представляла свой фильм «Вовка» о детях, которые попали в трудную ситуацию на Донбассе в связи со всей ситуацией. Принимали участие воспитанники Абаканского СУВУ, мальчишки, только группа, только мальчишек. Это вызвало большой отклик, много вопросов. Плюс, когда на экране подросток видит ребёнка, который попал в условия войны и на себя это всё примеряет, и это их и трогает, и заставляет задуматься, и как-то мобилизоваться, и вести себя уже тоже в обычных условиях более правильно, стабильно, спокойно. В этом году у нас прошло два киноштурма по здоровому образу жизни. Приглашали специалистов Республиканского центра медицинской профилактики, которые тоже на понятном доступном языке рассказали и о принципах здорового питания, что важно, и не только подросткам, но и взрослым нам тоже соблюдать, и о вреде, о профилактике употребления запрещенных разных у нас веществ. Сейчас очень вейпы, да, на злой будня. Да, вот, кстати, мы как раз недавно давали новость о том, что ещё три подростка из-за бакана, Там до потери сознания, да. Что поступили в больницу, и сейчас там какие-то меры предпринимаются, да? Да, да. А что с детьми, ну, в таком случае, там на учёт таких ребятишек не ставят? Они в школе же, по-моему. Вы знаете, скорее всего, будет так, ну, то есть, некоторое время подготовятся материалы, и они попадут у нас на рассмотрение. Ну, ни одна момента просто это происходит, это будет так, к сожалению, потому что зафиксирован этот факт. В больнице попали лопер. Да, 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 и причина, вот, если либо в опьянение попадает подросток, либо вот в таком состоянии. Ну, во-первых, родителям непросто задуматься, потому что там последствия были серьёзные. Поставили прививку, а у ребёнка до судорога потом. Это всё, значит, дошло. Ну, я имею в виду, что вот на фоне употребления вейпа это всё было, и выяснилось это вот в момент этих вот каких-то медицинских моментов. Естественно, дети попадут, естественно, встанут на профилактический учёт, о чём тоже и педагоги не устают говорить. Родители, обратите внимание на поведение ребёнка, как он себя чувствует, там, жалуются ли на головную боль, на боль в животе, на изменения какие-то в поведении. И даже такие ситуации рассказывают, когда родитель, учитель нашёл этот вейп, вручил родителю, а родитель обратно, значит, передал ничего страшного. Ну, вот опять же, взрослых мы не перевоспитаем. Как быть в этой ситуации? Какой-то замкнутый круг. Вот большая это, конечно, проблема. Следом, в понедельник буквально в победе у нас прошёл киноштурм «Киноштурм по профилактике экстремизма», тоже важная тема для подростков. Подросткам разъяснили ответственность за правонарушение по этим статьям, о том, что нужно быть внимательным, что ты смотришь, какой контент ты постишь у себя на странице, в какие группы сообщества ты вступаешь. Это всё не игрушки, потому что ответственность наступает 16 лет. Уже наступает ответственность. Ну да, некоторые просто элементарно не знают о таких вещах, ну, какие-то не вникают, и вроде для них это всё шуточки какие-то. Да, многие вот у нас на комиссии, на заседании узнают, что, ага, за это предусмотрена ответственность. Они как игру это воспринимают. Что-то выложил в соцсети, вроде как безобидно, ничего страшного. Да, да, да. Нужно тоже об этом думать. И предупредили об участии в каких-то несанкционированных митингах, что всегда задумываетесь. Предупредили о каких-то вот вовлечениях через звонки. Дети незащищённые, такая категория у нас населения. Позвонили, и они всё как на духу рассказали. И так далее. Проводил сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом при МВД, Кириллов Роберт Эдуардович. Очень доступно, на понятном языке всё детям пояснил. И в чём прелесть Киноштурма, что ты не сидишь, не просто сидишь, лекцию слушаешь от взрослого человека. Им интересно. Да, ты можешь задавать вопросы, это какое-то обсуждение, ты можешь задать самый какой-то даже, как тебе кажется, может быть глупый вопрос. Лучше спросить, лучше его задать. В чём прелесть этой формы мероприятия. Ну и вот следом будем уже проводить с патриотическим уклоном. То есть стараемся так блоками. Это всегда сопровождаются видеоматериалами? Да, да, да. Какими-то небольшими мини-фильмами, что-то ещё, да? Ну так лучше до детей, как правило, доходит. Конечно, конечно. И, пожалуйста, тебе повод, тема для обсуждения, она задана, канва задана. ГЦК «Победа» очень включились активно в эту работу, наладили сотрудничество с Абаканским СУВУ. Абаканская СУВУ всегда с удовольствием выезжает на наши мероприятия. У них и своих мероприятий хватает, но они с удовольствием выезжают и на городские, потому что здесь общение с другими детьми, с другими людьми, другие лица. И вот ГЦК «Победа» тоже целевым образом их приглашает и тоже проводит такие киноштурмы. Ещё уже второй или третий год, боюсь ошибиться, они запустили семейный субботопроект. Да, вот это как раз про семейный выходной, да, если верно заправить? Это вылилось из семейного выходного, то есть вышло из семейного выходного, и они стали вести вот свою семейную субботу, то есть тематически сейчас у них масляничная прошла. Вот в эту субботу, кстати, завтра, 18-го, у них пройдёт масляничная семейная суббота, то есть тематику выбирают и в малом зале у себя проводят. Ну, малый зал там в пределах 90 мест всего, пожалуйста, очень удобно, через ВКонтакте. Сейчас всё в социальных сетях, мы все живём в социальных сетях. Ты зарегистрировался, ты уже точно знаешь, что ты попадёшь. Естественно, мероприятие бесплатное. И, кстати, там почти все или вообще все, да, в рамках семейного, семейные субботы, всегда же бесплатно там всё проводится, в принципе? Да, да, конечно, это обычно какой-то просмотр или фильма короткометражного, или мультфильма, и какая-то развлекательная программа небольшая. Настольные игры у них тоже бывают, наверное. Настольные игры, да, тоже они запустили, это буквально с прошлого года, наверное, если я не ошибаюсь. Сейчас будет большая игротека в победе, мафию они проводят, то есть, казалось бы, такая вот молодёжная популярная игра, и они к себе, пожалуйста, завели фестиваль настольных игр. По Пушкинской карте ты можешь зарегистрироваться туда и принять участие. Не только мафия, разные игры. В основном у молодёжи пользуются популярностью, но возраст не ограничен. Ещё у нас библиотека Ровесник тоже активно организует мероприятие, и вот как раз семейный выходной, да, тоже? Да, пожалуйста, приходите, если ещё не записались, записывайтесь. Она хоть и юношеская библиотека Ровесник, но ограничений по возрасту нет. Проспект Ленина, 102. Пожалуйста, приходите. Модельная, современная, красивая библиотека. Там такая классная очень. С современными какими-то пространствами, с компьютерами, есть доступ в интернет. Зал для, ну как можно сказать, каворкинга, то есть пришёл и твори что-то, придумывай свои какие-то идеи, обсуждай. И большой у них книжный фонд современной литературы. Они закупили, здорово, только то, что вот вышла новинка, ты, пожалуйста, можешь её там взять и почитать. Не обязательно покупать, ведь они сейчас очень дорого стоят. И также клубные формирования у них развиты. У них есть группа ВКонтакте, пожалуйста, подписывайтесь. И мастер-классы, да, вот в рамках этого тоже проводятся, что-то там, свечи, девочки. Да, 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 вот буквально 14 февраля тоже, к Дню всех влюблённых, было мероприятие. Тоже выбирают либо даты, какие-то определённые знаковые тематические мероприятия проводят. Либо на каникулах у них Театр Кукол Сказка. Они были на ремонте как раз, и вот в период зимних каникул проводили свои постановки в библиотеке «Ровесник». Тоже можно было прийти и с детьми, и принять участие. Ну, то есть, несмотря на то, что название детско-юношеское. Да, пожалуйста, ограничений по возрасту нет. Можно приходить на мероприятие. И «Ровесник» у нас такой центр притяжения, точка притяжения, я бы сказала, современная. Вот как «Победа» у нас становится точкой притяжения для молодёжи, где молодёжная гостиная поэтическая они запустили, это уже не так давно проект. Фестиваль настольных игр, у них даже секция дарца есть, несмотря на то, что учреждения культуры, то есть очень разноплановые, и очень разноплановые концерты проводят, тоже для молодёжной аудитории. Пожалуйста, приходите в центре города, очень удобно. Да, удобно, кстати. Очень удобно. Ну, а для жителей жилых районов, пожалуйста, Нижняя Согра КДЦ «Заречье». Тоже центр такой молодёжный, я бы сказала, молодёжный, молодой современный руководитель со своими идеями. В прошлом году у нас когда ещё не было Масленицы, большого городского праздника, только вот в жилых районах, было в Красном Абакане, по-моему. И вот на Нижней Согре, вот мы на Нижней Согре с семьёй принимали участие, столько развлечений, у них столько идей, пожалуйста, приходите. Красный Абакан, тоже культурно-досуговый центр, у них есть библиотека в здании, то есть, пожалуйста, два учреждения объединены. И культурно-досуговый центр «Южный» для жителей района тоже всегда приглашает на свои мероприятия. Ну и семь клубов по месту жительства, конечно, которые вот удобны для детей, когда в школу сходил, после школы зашёл. У нас так много действительно возможностей в городе. И самое главное, вот вы правильно говорите, что надо совместный отдых организовать родителям, потому что одно дело отдать в секцию ещё куда-то, чтобы не было такого, что сплавить. Именно слово «сплавить» здесь подходит ребёнка. А именно вместе это действительно сближает, и, наверное, ребёнок больше доверяет, начиная взрослому. Конечно. Да, родителю своему. Делится не только о каких-то хороших новостях, но тогда впускает тебя и в свои проблемные какие-то моменты. Более открытый будет становиться. Да, да, да. Наверное, взрослые это тоже сами замечают, чем больше времени мы проводим, чем больше каких-то у нас общих интересов в свободное время. Конечно. Пожалуйста, с перечень мероприятий семейного выходного большой, зайдите на сайт администрации города abacan.rf в разделе «Справочник горожанина», либо в разделе «Управление культуры молодёжи и спорта» «Афиша на 2023 год появилась». Если какие-то вопросы, пожалуйста, звоните нам на 22-27-85, проконсультируем. Звонят, да, звонят. Как записаться? Подскажите. Пожалуйста, всегда помогу и подскажу. И знаете, ещё хотелось бы поговорить о Пушкинской карте. То есть она даёт такой зелёный свет для организации досуговой деятельности. Как считаете, насколько… Ну, конечно, это очень хорошая, нужная вещь. Республиканские учреждения у нас вперёд и уже давно подключились к этому. Это филармония, драм-театр, театр-сказка, да. Городские наши учреждения тоже в неё включились. Это «Победа», «Ансамбль звона», «Концертный оркестр», «Картинная галерея». Вот сейчас, кстати, в «Картинной галереи» сегодня открылась выставка Красноярского союза художников. Это та выставка, которую обязательно стоит посетить. Пожалуйста, я посещаю, мы посещаем вместе. То есть картина стоит того, чтобы увидеть это. Вот тоже по Пушкинской карте всё это доступно. Пожалуйста, приходите, выходные, выставочный зал открыт. Конечно, я вот жду, у меня ребёнку старшему 12 лет, я вот жду, осталось полтора года, и можно будет оформить Пушкинскую карту. И, конечно, большие возможности школьникам. Вот группами ходили с Пилаковский, с постановками приезжал к нам. Полный зал был. Потому что тоже управление образования прекрасно отработали организованными группами. Водили. Это большая возможность всё-таки. С 14 лет же на год? С 14, да. С 14 до 22 включительно. Пожалуйста, концерты филармонии. Там 5 тысяч. 5 тысяч на год, да. Ну, хорошая сумма. Хорошая для Абакана, тем более. У нас, слава богу, цены приемлемые, адекватные. Какая-то сумма там заложена на кино, на просмотр кино и вот на посещение культурных мероприятий. Здорово. Это прекрасная, да, возможность, действительно. Приходите в Победу играть настольные игры тоже. Так, ну что же, у нас сколько встаётся? У нас 3 минутки остаётся. Ну, я хотела бы, знаете, завершить эфир на такой ноте, что всё-таки у нас на учёте состоит порядка 100 детей, вы говорите. Давайте немножко к родителям, наверное, в конце. К родителям. Обратимся, чтобы меньше у нас детей попадало, ну, о том, чтобы больше любили, больше внимания. Ну, что-то вот мне хочется в завершении эфира с такими словами. Чтобы все вспомнили, про всех детей сегодня вечером обняли, провели вместе вечер. Даже просмотры фильма, говорят, дома. Конечно. Уже сближается. Подписывайтесь на группу КМИ в ВКонтакте, там вы увидите анонсы всех мероприятий, там вы увидите контактные телефоны, куда вы можете позвонить. И вы можете написать, я веду эту социальную сеть, эту группу, и вы можете в личные сообщения написать, я вас проконсультирую, куда и что можно сходить и обратиться. Ознакомитесь. Приходите завтра обязательно на лыжню в парк культуры и отдыха. Регистрация с 9 до 10.30. Старт в 11.45. Желательно, конечно, с собой взять лыжи, но есть прокат в спорткомплексе имени Булакина. Да, приходите, мы вас поснимаем. Приходите, да, вас поснимает Надежда. Погода обещает быть теплой. Приходите всей семьёй, для семейных команд предусмотрены прекрасные сладкие призы. Я вот сама тоже настроилась завтра. И, конечно, выберите какой-то вид досуга, который вы не будете через себя как-то преодолевать, вот опять там идти на коньки или опять на лыжи или опять чего-то. Вы выберите какой-то ваш любимый вид досуга и привлеките туда ребёнка, и он вас поддержит. Это же ваш ребёнок, ваше продолжение. И да, как Надежда сказала, лишний раз обнимите, поцелуйте, поговорите. Как тоже лучше качественного общения 15 минут в день уделять вы будете, если у вас там не один ребёнок, каждому, да, индивидуально. Лучше вы качественного общения только его послушайте, а что у него в школе произошло, а как у него настроение, а как у него день прошёл. Начните с того, что вот как у тебя прошёл день. Во-первых, он тебя будет в ответ спрашивать, тебе уже будет приятно, что он интересуется. И этих 15 минут, поверьте мне, достаточно. А дальше, пожалуйста, идите занимайтесь своими делами, отдыхайте. И ознакомьтесь с афишей семейного выходного, пожалуйста, принимайте участие всей семьёй в наших мероприятиях. Спасибо, Юлия. Очень много сегодня полезной, хорошей информации получили от вас. В гостях у нас была Юлия Кузнецова, главный специалист управления культурой, молодёжью и спорта администрации Абакана. Говорили сегодня о детях, которые состоят на профилактическом учёте. Говорили о том, какую деятельность досуговую организовать, как и где, чтобы их направить в нужное русло, так скажем. Всем хороших выходных, всего доброго, до свидания, вам спасибо тоже. Спасибо.